Даниар Даутов расскажет о главных экономических новостях в эфире программа Курзня. Здравствуйте в студии Даниар Даутов. В следующие пять минут представлю главные новости из мира экономики и финансов. Годовая потребительская инфляция в Казахстане снизилась впервые с декабря 2021 года. В марте показатель составил 18,3%. При этом месячная инфляция также упала с 1,3% в феврале до 9,0% в марте. Месячная инфляция сложилась ниже 1% впервые с февраля прошлого года. В целом годовой уровень компонент сложился следующим образом. Замедление месячной инфляции в марте является позитивным сигналом о возможном прохождении пика роста цен. Цены на нефть могут ускорить рост на фоне новостей по сокращению добычи странами ОПЕК+. Напомним, что на выходных нефтяной картель ОПЕК+, объявил о неожиданном сокращении добычи нефти, которое превысит 1 млн баррелей в день. В прошлом месяце нефть упала до 15-месячного минимума из-за потрясений, вызванных банковским кризисом США и спасением швейцарского Credit Suisse. Однако за этим последовало некоторое восстановление цены на фоне стабилизации ситуации с банками. В эту пятницу торги марки Brent закрылись почти на отметке 80 долларов за баррель. По мнению экономистов, это здорово поддержало нефтяные цены. А значит, станет потенциальным положительным фактором для валют стран-экспортеров нефти, включая Казахстан. Мы видели, что цена на нефть упала, и она упала практически до 70 долларов за баррель. Я так подозреваю, что как раз на этом фоне было принято решением ОПЕК+, о сокращении объемов добычи нефти, для того, чтобы сбалансировать рынок и переломить вот эту тенденцию. Мы уже видим, что цена на нефть подросла примерно на 5% почти. И есть вероятность, что цены на нефть могут подрасти еще немного. Аналитики Национального банка более оптимистичны. Там ожидают средние темпы роста потенциального ВВП в горизонте 5 лет на уровне 3,9%. Диапазон прогнозов варьируется от 3 до 4%. Диапазоны прогнозов респондентов по макроэкономическим показателям сохраняются широкими как на горизонте одного года, так и в среднесрочной перспективе, что свидетельствует о высоком уровне неопределенности участников рынка. Касательно перспектив развития ситуации на внутреннем и мировом рынках. Экономисты считают, что достичь таких показателей вполне реально. Тем более для сырьевой экономики, основные доходы которой приносят экспорт углеводородов. Будет достаточно высокая цена на нефть сохраняться в обозримой перспективе. Для этого есть все предпосылки и все основания, что цена на нефть сильно падать, скорее всего, не будет. Но другое дело, что здесь есть оборотная сторона. Проблема в том, что наша экономика способна расти и должна быть, по идее, по-хорошему, должна расти намного более быстрыми темпами. Для того, чтобы реально население ощутило прирост благосостояния, чтобы экономика имела потенциал для развития, во-первых, нужны, конечно же, структурные изменения, то, о чем все говорят, а во-вторых, наша экономика должна, должна расти со скоростью 7-8% в год. Казахстанцы стали чаще обращаться в страховые компании. С начала 2023 года количество заключенных договоров с страхованием по физическим и юридическим лицам составило 2033, что на 31,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чистая прибыль по страховому рынку в феврале 2023 года составила 13,3 млрд тенге. Страховые премии, принятые под договором страхования-перестрахования, за февраль 2023 год составили почти 63 млрд тенге. Всего за два месяца этого года страховые премии составили 170 млрд тенге. По словам экспертов, основным драйвером роста страховых премий является класс добровольного имущественного страхования. В этой категории страховые премии с начала текущего года составили 94 млрд тенге. Это почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объясним увеличением суммы собранных премий по страхованию автомобильного транспорта и страхованию имущества на 11%. Завершаю обзор курсом валют. Актуальные на сегодня данные сейчас появятся на ваших экранах. Далее следуют итоги торгов на казахстанской фондовой бирже. Это вся информация на сегодня. Встретимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин